здарова работяги вчера что-то на ю тубе попался мне меган такси тут кости хлебуш или как тому вот его видос инструкция по применению рсп по пользованию рсп вот что-то раньше ее не видел и как-то так попалась решил я на нее диск сделать тем более что статья ну мне противоречит как бы кости проблем не имею нравится ему иметь дело со шлаком ну пусть нравится пусть вырабатывает какие-то свои приемы чтоб не попадать никуда которые кстати нихуя не работают и сейчас мы вот этот вот инструкцию развенчаем в принципе что в ней говорится что если есть на свете рсп их довольно много и они доступны то грех этим не воспользоваться нужно просто знать инструкции и все будет зашибись а вот хер там плавал лично мое мнение что рсп нужно исключать из своего круга общения полностью даже по возможности не общаться на работе а если и общаться то на максимально отдаленные темы и светить себя как нищеброда без перспективы и мотивации что вы снимаете квартиру еле-еле оплачивая коммунал коммунал коммуналке жрете с помойки передвигаетесь на детском самокате спиженом или народным автобусом бесплатным то есть бомжами костя сравнивает рсп дать так не костя а автор статьи я так понимаю что он не был автором статьи он и просто как бы пересказал хотя не знаю поправьте мне костя сравнивает рсп и кухонный комбайн который исполняет много полезных функций в теории по факту приготовить говенную еду вызвать проститутку постирать шматье вы сможете без рисков за гораздо за гораздо меньшую сумму и без унижения якобы сначала ты получаешь некий кайф а потом ты уже обязан должен стал лохом козлом отпущения друг мой да ты был им с самого начала этого знакомства лохом и козлом убери гормональный угар препаратами и ты увидишь что хуй соси тебе начали с момента знакомства и проблема не в том что ты не прочитал инструкции к это обледение а в том что ты был изначально в группе риска ты общался с рсп а это падаль просто мониторит всех мужиков в близком радиус ей и просто заняться особо нечем так как ребенок да не это только обуза и ей выбора особого другого нет как найти лоха и снова свесить ноги ему на плечи используя инструкцию ты якобы должен кайфануть значит этот кайф будет 5 10 секундный но в моем случае 3 3 минутные блять я в обморок могу упасть вот после чего ты уже автоматически находишься под статьей и посадить тебя не составит труда вопрос будет только в перспективе твоего развода на бабло то есть она будет решать стоит ли идти на те заявлению катать либо можно на маме посидеть найти другого лоха и в принципе забить на те хуй вот причем плюс ко всему этому плюс к этому 5 секундному кайфу он дает 80 6 80 процентный шанс бафа на сифилис три пер и 30 процентный шанс на гепатит вич которые скелется от красоты рсп причем красота рсп это один единственный пункт который вас будет волновать потому что как там говорил иоганн серые мышки начитанные вот вы их просто не будете воспринимать не просто нахуй не нужны понимаете уже уже как бы они испорчены да и то есть на что вы будете первым делом обращать внимание конечно красоту значит первый пункт причина появления рсп не в некачественности это рсп а в законодательстве и узаконенном издевательстве над мужчинами плюс мега выгодными разводами у баб она в крови как бы серийная моногамия и эпоху на мужика ей важнее только его производные семя бабки и унижения и рсп не хочет отца она не хочет семьи ей нахуй ничего не вперлось кроме ваших бабок да побольше мое мнение что деморежим это просто гормональный угар мужчину по факту баба не дает либо ничего плохого либо просто делает как всегда но олень в угаре это хавает и хавает причем прям спирс причмокиванием ему еще больше больше надо второе якобы нужно искать рсп у которой более трех месяцев не было члена и врать ей по поводу свадьбы любви на век ну и прочую там хуйню это ни в коем случае нельзя делать если вы покажете себя чуть лучше инвалида рсп она просто блять вцепится в вас когтями и не отважит не отвяжется от вас годами за мной уже бегает где-то три года это это не рсп это разведенка причем она бегает три года при условии что я живу уже за тысячу километров от нее чем прикол у нее просто другого шанса не будет она костьми ляжет но либо вас обует либо посадит поэтому я считаю пиздоболами тех кто говорит что легко уходит от рсп что там их просто раскрутить как блять детей они либо просто никакие либо они пиздят скорее всего второе тушь никакими но какой-нибудь инвалид будет просто игру чуть лучше инвалида все вы не отвяжитесь от нее никогда в жизни вот я два раза вляпался всего причем я не в рсп вляпался в разведенку и по моему она даже ну как сказать не уже все замужем считаете да просто тупо у них в печати нету в паспорте такую 28-летнюю и я на самом деле до сих пор жалею что вообще с ними стал общаться также истории моих друзей показывают что рсп практически сразу набирают компромат для путинских собак чтоб чтоб ты легко не смог слезть с ключка они все понимают что все пиздоболы все будут с этим в уши поэтому просто так вы от них не отделайтесь также он говорит что нужно набивать опыт ну типа первый второй раз плохо пройдут а на третий ты прям легко подцепишь рсп до подцепишь только плюсом ты еще подцепишь блять дело об изнасиловании пузо от левого алкаша трипер вич и назойливую падаль на несколько лет который будет отгонять всех тебя женщин и блять будете просто портить жизнь нахуй она надо не надо третий нужно устроить крышеснос и качели ты вот этим устраиванием что-то деланием ты просто тратишь свое время бабки усилия на помои уж если ты попался на такую хуйню то лучше требовать от нее вот этого крышесноса вливание в бабок вождение тебя по ресторанам и прочей хуйни лучшим исходом будет если она признает тебя лохом и сама от тебя отвалится это прям идеальный вариант также якобы вот только олень тратится материально но вот прозревший олень тратится эмоционально тратит свое время на бесполезнейший мусор вот лично при моем раскладе например если меня рсп-ха пригласить на два выходных дня то ну какую-то на общение на игру в любовь с этой рсп я лучше схожу в спортзал после спортзала зайду на массаж или спа пожру суши какие-нибудь или в ресторан схожу в приятной компании схожу в лес сосновый мои выходные пролетают у нее просто за секунду я расслабляюсь и получаю бескомпромиссный кайф а здесь вы общаетесь с ебаным дерьмом и ваш кайф но он как бы 5 секундный получается это это если вас признают годным хоть и легко это признают да но могут не признать вы еще будете унижаться тратить свое время и бабки четвертое налаживание отношений с ребенком ни в коем случае нельзя это делать этот цирк не достоин того чтобы портить жизнь ребенку хотя она уже у него испорчена но все равно не берите вину на себя лучше вообще никогда не видеть личинку да и вообще лучше не видеть никого из ее окружения не маму не папу не подруг все раз поебались все даже чтобы ваши друзья ее никогда не видели поверить потом меньше будет проблем но вот если вы все-таки связались там по этой инструкции для оленяк и начали общаться с этим ребенком недолг день когда это падаль будет угрожать вам жизнью своего ребенка то есть она скажет я его там убью если как бы ты не останешься со мной или как как хуй знает короче будет угрожать и если вы окажетесь выше среднего самца понимаете то есть я этот ребенку нахуй не нужен а вы будете за это отвечать ей за то что она убьет этого ребенка ничего не будет и она это знает и вы это знаете а вот вам могут статейку впаять как доведение до убийства никогда не встречайте с личинкой даже блять не смотрите на них пятое требовать вкладываться от рсп в отношения ну принципе уж если попал то с паршивой осцы хоть шерсти клок но лучше обходить сторону любую попытку влезание в твою жизнь пресекать надо сразу же шестое если дмк ослабевает нужно сразу же убегать на хуй а никаких качели как там рассказывают вернуться потом еще что-то сделать пользуйтесь моментом пока рсп зла на тебя это единственный безопасный выход сразу свалить ее пользуясь ее гормональным спадом или бзиком вот она скорее всего уже заменила тебя ашотом с мамбы который я там написал давай там письку свою и все то есть у нее спал так скажем на вас стояк вот вы убегаете в это время и отделать с легким испугом она забудет про вас вспомнит когда уже будет поздно значит и резюмируем все это ни в коем случае нельзя допускать рсп в свой круг общения даже на работе помнить о том что никакая инструкция тебе не поможет лучше выйти из зоны поражения вниманием рсп к твоей персоне скрытием своих доходов и имущества откровенным враньем понимать риск заражение вич гепатитом и трипером так как ее ебут или ебали даже собаки без гандона чтобы она хоть кого-то поймала на пузо там побывало столько тем более если это красивый рсп просто забейте там шанс подхватить стопроцентный понимать риск попадания на пузо даже от другого оленя или заяву по изнасилованию если же ты попал то убежать от нее просто так не получится это будет блять целые гонки она вцепится в себя в тебя как в последний шанс и будет как ищейка тебя везде выуживать годами отгоняя других баб и доебывая тебя порча твою твой уровень жизни если же вы влипли никто не должен знать о ваших отношениях и бежать надо при первых подозрениях на обиду или затухание дымки это ваше окно и будьте благодарны ашоту с мамбы что он вам его организовал так что ребят не берите ответственность за бледей и валите на хуй с россии счастливо до новых встреч а